Привет, дорогие друзья, а также гости моего канала. Добро пожаловать на прохождение игры с Алифейс. Это у нас седьмая серия. Поехали дальше. Значит, мы проходим третий эпизод, колбасный инцидент называется. Так, и значит, что же? Выясняется, что колбаса тухлая. И мы должны выяснить, откуда её вообще берут и что происходит. Типа, я пока сам ещё не догоняю, в чём проблема, но, короче, ребята, нам надо это выяснить. Окей, ну как, все учителя в кабинете жду подходящего момента, чтобы проскользнуть. Окей, как я припоминаю, вроде, смотри, вот тут было окно. Вот тут как раз за окном учителя нужно придумать, как привлечь их внимание, чтобы меня не заметили. Может, выйдет пошуметь. Окей, поехали. К примеру, мяч сойдёт. Давай мячик. Отлично. Так. А, что это было? Не знаю, но, кажется, звук шёл снаружи. Ничего не вижу. И я. Может, опять эти глупые птицы? Окей. Птицы, кстати. Я их не вижу, наверное, они прячутся. Так. Давай-ка ещё попробуем бросить мяч. Так, либо подожди. А-а-а. Стоп. Да, это уж и этот мячик здоровски отвлёк учителей. А-а-а. Окей. Холл. Подожди. Вот теперь. Так, ну как? Удалось проскликнуть? Ага, классно ты придумал отличие. И я увидел её досье. Крутяк. И как и есть там что-то полезное. Короче, если кто не в курсе, что за досье. Короче, есть какая-то некая Ким. А-а-а. В столовке такая страшная. А-а-а. Какая-то непонятная. Я вообще не понял. Думал, это сначала мужик. Ну так вот. И... Типа... Нам нужна её досье. Она что-то скрывает. Окей. Ну мне удалось хорошенько всё расс... Не удалось мне хорошенько всё рассмотреть. Если сможешь снова отличить учителей, может я просто... Э-э-э... Это... Сопру досье. Нет, не стоит привлекать лишнее внимание. Ладно, и тут босс с Салли. Так что... Так что будем делать? Дай мне минутку, я что-нибудь придумаю. Стой, у нас же есть полароид. Ты можешь полароид ждать. Вот, используй камеру S, чтобы сфотографировать досье. Отличная мысль, братан. Я на готове. Окей, сейчас опять отвлекаем учителей. Хорошо, великолепно. Так, давай сейчас... Поехали. Окей. Так, бросаем мячик. А, что это было? Не знаю, но кажется, звук шёл снаружи. Ничего не вижу. И я. Так, окей. Кстати... Вроде как всё должно пройти уже, да? Окей, давай сейчас посмотрим. Достал. Достал? Чувак, досье пропало. Чего? Как это? Никто не прошёл бы мимо тебя. Тя не замечу. Хах, да ладно, я просто скибуюсь, братан. Фотка у меня. Хух. Ах ты жопа тараканья. Ха, за... Зачёт. Давай-ка поглядем. Так, Ким Язи. Адрес такой-то... Вау, стой, я не успел прочитать. Кажется, я знаю, что делать. Средимся в лабораторию. Лады. Окей, я так и не... Подожди, можно прочитать? Во. Так, нанята такая должность. Буфетчица. Образ среднее. Предполагаю место рабочий. Фотограф-любитель заметки. Сказать, Ким, прекрати кормить птиц в дворе. Это выглядит и выводит из себя учителей. Так, окей. Так, давай-ка за Ларри топать. Так, я думаю, мы найдём что-нибудь. А, так. Угу. Окей, куда Ларри топает? Наверное, мы топаем, знаешь, куда? Вот, как раз... Да, в научную лабораторию. А, так. Отлично. Ну, чё, ребята? Так. Стой. Чувак, достал колбасу? Работаю над этим. А, теперь мы ещё и колбасу должны доставать. Окей. Так, теперь нам надо в столовку. Ребята, нам теперь надо срочно в столовку идти. Так. Экси двор. Стоп. Двор. А где столовка? А, мы сейчас в столовку проскользнём. Сейчас, подожди. Через двор. Так. Отлично. Так. Холл. Окей. Теперь ищем столовку, дорогие друзья. Где-то она здесь. Вроде это столовая. Я не могу уйти. Нужно завершить расследование до того, как закончится обед. А, так стой. Так я ищу столовку. Подожди. Так. Тут кабинет из всяких учителей. Так. Погоди, погоди. Вот это вроде столовая. Отлично. Так. Теперь нам надо расспросить вот эту... Ким. Что такое? Шуруй отсюда, мальчик. Оставь меня в покое, блин. Подожди. А что делать? А, стоп. Что у нее там в досье сказано? Сказать, кем прекратить кормить птиц во дворе. Это выводит из себя учителей. Окей. Давай-ка попробуем сейчас гонять к дереву с птицами. В принципе, я думаю, это должно как-то сработать. Возможно. Ладно, давай смотри. Выходим. Так. И... И... Сейчас найдем выход. Так. Вот тут. Эксит. Да стой. Блин, опять мы в столовую вернулись, но только с другой стороны. Стоп. Где-то здесь. Сейчас. Выход. Так. Реально я что-то потерялся немножко. Хотя тут, блин, школа не особо такая большая. А, окей. Двор. Так. Теперь мы можем идти, смотри. Наверное, к дереву с птицами. Так. Хм. Может полароид? О, фото. О, прикольненько. Окей. Тихо. На звук идем. Где-то оно близко. Так, ищем птичку. Ищем, ищем птичку. Так. Вот тут где-то. Во, отлично. Отлично. Птичка-синичка сделана. Так. Хорошо. Фотка. Сделаны мной фотографии птицы со двора. Окей, теперь, я так понимаю, наверное, надо эту фотку предоставить вот этой буфетчице. Страшноватый такой. Так. Куда? Вроде сюда нам надо идти. Да, столовка. Отлично. Так. Давай. Фотографию птицы. Так. Окей. Да стой, убери инвентарь. Так. У меня для вас кое-что есть. Что это? Фотография птички. Ты сфотографировал ее, а? Ага, для вас. Небольшая благодарность за всю вашу работу. Ты милый мальчик, Салли. Спасибо. Я тут подумал, а вы не могли бы сказать мне, откуда привозят колбасу? Почему ты так заинтересован колбасой? А, ну нам с друзьями очень нравится эта колбаса, так что мы хотели бы узнать, где можно купить ее. Это дело рук мисс Пакертон. С стопроцентная говядина, она привозит ее с фермы каждую неделю. Мисс Пакертон? Стоп, это же наша училка. Вопрос. Какого хрена она вообще занимается колбасой? Вот, держи еще немного места за то, что подарил кем милую фотографию. Спасибо огромное. Колбаса, которую мне дала Аким, она сказала, и от нее исходится стойкий аромат. Окей. Хорошо, можно сваливать, я думаю, и идти в лабораторку. Но вопрос, почему здесь замешана училка в колбасном инциденте? То есть она ее откуда-то привозит, черт его знает, что происходит. Вот, мисс Пакертон. Вот как раз это кабинет, вот эта математичка. Странно, странно. Хрен его знает, из чего она эту колбасу вообще делает. Так, окей. Стой, я походу прошел. Это 201-й вроде кабинет. Да, лабораторка. Так, ну что, ребят? Колбаса есть. Я принес еще колбасы. Идеально. Ким сказал, что ее делает мисс Пакертон. Ого, нифига себе. Она ведь живет в апартаментах. Откуда она достает мясо? Ах да, я забыл, что она там живет. Я очень редко ее вижу, наверное, за все время. Всего пару раз замечал ее в здании. Она поздно возвращается. Думаю, она совмещает несколько работ. Учителям не так много платят, так что это обычное дело. Впрочем, когда мисс Пакертон дома, там довольно шумно. Это странно. И что будем делать? Спросим мисс Пакертон об этой странной подработке. Или вы сами попробуете докопаться до правды? Хех, не знаю, что и думать, Сал. Давайте немного сами повынюхиваем, прежде чем пойдем к Пакертон. Не нравится мне все это. Если и правда происходит что-то гнусное, не стоит давать Пакертон знать, что мы этим заинтересовались. Точно. Хорошая мысль, Салли. Ладно, тогда почему бы вам с Ларей не осмотреть кабинет, мисс Пакертон, пока идет обед? А мы с Тоддом закончим исследование колбасы. Читаешь мысли? Ладно, мы скоро вернемся. О, ребят, поехали в кабинет. Поехали в класс. Там вот ее рабочее место. Блин, ребята, у меня такое ощущение, что черт. Я, походу, представляю, с чего колбасу делают. Ну, у меня такое просто, правда, ощущение. Так, жуткое немножко. Так, Ларри, постоишь на стреме, жду двери на случай, если кто-то решит сюда зайти. Лады. Окей. Так, стол. Черт, ящики закрыты. Ты помнишь, как скрывать замки? Я тебе показывал. Ага, но здесь нет замочной скважины. Нужна комбинация? Гремучий случай. Ну и как нам это открыть, эту хреновину? Дай-ка я посмотрю. Оу. Черт, ребята. Охренеть. Че-то много кодовой всякой фигни. А где нам искать? О-о-о. Окей. Так, может ты знаешь? Ты когда-нибудь задумался, как отнеслись бы к музыке нинозавры? Не вымерли ли они? Боюсь, об заклад, чтобы они... Они бы им башни снесли, чувак. Стоп. А где... Мы будем искать пароль? Так, 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 так. Возможно, такое ощущение, что, блин, я боюсь реально думать, ребята, но... Вот то, что на доске написано, наверное, надо решить. Погоди, 16,3. А, 16,3. Стой. 12,45 ПМ. Подожди, подожди. Что-то странное надо заметить. Окей, ладно. Давай по приколу просто ведем 1, к примеру, 6. Ну, к примеру, пусть это будет 3. Ну, тут я не знаю, что. Не, я так понимаю, он просто так не откроется. Блин, придется решать загадку. И думать, так, выходить я не смогу. Так, значит... Стоп. Стоп, 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 стоп. То есть, пароль где-то здесь. То есть, мы выйти не можем. То есть, Ларис стоит на стрёме. Окей. Пароль где-то тут. Ну, неужели пример придется решать? Хотя... Подожди. 12,45. Ладно, к примеру, давай 12. 12. Ну, просто по приколу сейчас ведем время. К примеру, 40. Нет, не работает. О, подожди. А вот это наверху херня. Вот это, вот видишь, там Пи написано. Математическое. Вот это П3141. И потом 5, 9, 2, 6, 5, 3 и так далее. Но они выделены. Вот как ты можешь... 3, 141. Ладно, давай попробуем. 3. Стой, как там? 3, 141. Окей. Окей, окей, окей. Сейчас, подожди. 1, 1. 1, 4. 4, 1. О, да ты гонишь! Чё, реально открыли? Хух. Охренеть. Да нам всего не везет так. О, открыто. Здорово сработано. Чувак, что внутри? Какие бы работы по математике. Погоди-ка, здесь скрытый отсек. Чё, реально? Там двойное дно? Чувак, да здесь какая-то крепотень. Что там? Я не уверен. Ебать, чё за херня? Небольшие баночки, заполненные чем-то напоминающим специи. Может, для готовки? Почему у неё тут лежит птичий череп? Как-то это жутковато. Библия, книга очень старая, но в ней ничего особенного. Кристаллы. А они крутые и интересно, для чего Пакертон их использует. Куча бумаг с разными заметками и нацарапанными символами. Похоже, написано на другом языке. Не могу их разобрать. Вот это. Странный металлический предмет, похоже на шкатулку Джима. Он может оказаться важен. Давай, возьмём. Какая-то металлическая коробка, прям как... Чёрт! Это опять произошло? Ага, я... Воу-воу-воу-воу-воу, стой! Чего? Какой-то неразборчивый текст. Ты уверен? Может дело в обезбоживании? Ты ещё не пообедал. Всё кончено. А? Всё уже закончилось. Но... Неважно, нужно встретиться с Тодом и Эшли. Чё за херня? Училка чё? Ведьма какая-то? Эй, ребят, мы нашли с Толео Пакертон какие-то стрёмные штуковины. И как тесты продвигаются? Мы не выявили никаких признаков вредных химикатов и бактерий. Впрочем, думаю, мы все согласимся с тем, что здесь происходит нечто странное. Что бы это ни было, давайте пока не говорить об этом пыху. Виднягу чуть удар не хватил, когда перестали подавать мясной рулет. Да, Эш права, пусть это остаётся между нами, пока не поймём, что происходит. Ладно, похоже, мы знаем, что дальше делать. Блин, я опять пропущусь всё самое интересное. Мне нужно будет посмотреть за Беном до прихода родителей, а может и после. Позднее в этот же день. Таааак. Так, 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 так. Ребята, капец. То есть училка ведьма, вы думаете, что... Я думаю, что колбаса из человечины, я не знаю почему. Мне кажется, училка там что-то вообще вытворяет. Но всё-таки, ребят, это игра хоррор, если кто не в курсе. Это хоррор, но такой, знаешь, более спокойный хоррор. Тут нету никаких пряток, догонялок особо. Тут вот чисто идёт вот такая очень интересная, сюжетная, классная линия. Окей, тот говорит, мне понадобится немного времени, чтобы всё подготовить. Ничего страшного, мы всё равно... Мне всё равно нужно сначала кое-что с чем разобраться. Ладно, стремимся в комнате Тода, когда все будут готовы. Да, отлично. Забились. Окей. И мы снова в квартирах. Так. Опа, Эдисон! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, смотри, продаёт уже чай по 50 цент. Добрый день и добрый вечер, Салли. Как поживаете в этот прекрасный денёк? Здравствуйте, мистер Эдисон. Я в порядке, а вы как поживаете? Прекрасно, юноша. Вам нравится новая вывеска? Она чудесная, благодаря вам. С Ларри у меня словно собственная чайная. Я скучаю по временам, когда раздавал чай жильцам бесплатно. Но я просто не могу позволить себе продолжать. Я рад, что вам нравится. А ещё я считаю, что брать деньги за чай абсолютно резонно. Все понимают. Как я рад это слышать? Есть новые жильцы. Боюсь, что нет, хотя на следующей неделе придут смотреть на комнату. Так что, думаю, надежда на горизонте виднеется. Уверен, что вам скоро улыбнётся удача. Терренс, а если вам с чем-то понадобится помощь, не стесняйтесь у меня её попросить. Ты так добр, Салл. Спасибо, я обязательно запомню. До свидания. Доброго дня. Ну хорошо. Так, что тут? Здесь никто не живёт. Почта. Генри Фишер, Генри Фишер. Генри Фишер, Мусор, Мусор. Ой, Саль, Фишер. Мне письмо. Хм, нет обратного адреса. Как-то странно. Конверт пустой, что за фигня? What the fuck? Встретиться в 202-й. Окей. Кстати, я только сейчас заметил цель. Ха-ха-ха, хорошо, нам даёт игра подсказку. Я уже думал тупить. Окей, хорошо, пока расследуем, ребят, делишки. Сейчас тут уже много чего появилось. Это довольно-таки классно. Так, квартира, мисс Розенберг. Чё? Стоп. А, бабуля, да, бабуля. Розенберг. Ой, здравствуй, милый Салли. У вас усталый голос, вы в порядке? Да-да, я в полном порядке. Просто отвлеклась на собственные мысли. Ты знаешь, со мной бывает. Вы дочитали ту книгу? Дочитала. Она вам вроде бы нравилась, что-то не так. Концовка не по душе пришлась. Большинство концовок лишь ложь, которую мы рассказываем себе, чтобы создать обманчивую иллюзию надежды. Что вы имеете в виду? В реальности не бывает счастливых финалов Сал. Финал един для всех, и он ужасен смерть. Вы не можете знать точно, Роуз, я даже... И даже если так, то разве жизнь не становится от этого ещё более драгоценным даром? Это наш единственный шанс снять так ярко, как только можно, пока нас не поглотила вечная ночь. Поэтому я и пытаюсь прожить всю жизнь как можно полнее, на случай, если другой у меня не будет. Не для тебя, милый мальчик мой. Эм. А, не обращай внимания, дитя, меня восхищает твой оптимизм. Я его, боюсь, уже давно потеряла. Понятно. Эээ, так. Окей, вот тут эта злая бабка живёт. Чего тебе, Сал? Просто хотел узнать, как у вас дела. Эээ, может, ты старая, но сама могу себе позаботиться, вам больше спасибо. Понятно. Так, хорошо, а едем куда? Куда и как? Давай на второй поедем, посмотрим, что у нас там. Давно мы, кстати, квартиру уже не обследовали. Окей, так. Так, двести вторая, стоп. Стоп, я ещё пока не готов тут встречаться. Так. Кстати, а чё это за вещь? Странный металлический, который я нашёл в столе мисс Паккерта, но уверен, зачем он нужен, но он похож на шкатулку Джима, должно быть, он играет какую-то важную роль. Окей. Так, чё тут? Никого нет дома. Так, хорошо, топаем дальше. Мне всё-таки интересно всё обследовать, ребят. Но эта квартира всегда свободно кажется у Эдисона недостаток съёмщиков. А тут чё? Я тут не помню, что было. Кстати, а мы как? А, у нас, смотри, уже нету этого предмета. Вот это так, ладно. Так, окей, тут этот Чарли жил. Убийца, короче. Вот. Окей. Хорошо. Едем, короче, дальше на третий этажик. Сейчас проедемся. Так. Сейчас всё посмотрим. Так, 302-я. Так. О! Здоров, Саль, Крам Саль, какие планы? Привет, Дэвид, да пока никаких недавно вернулся из школы? Ой, а думал, у тебя каникулы. Студенты уже разъехались отдыхать, а вот наши каникулы не начнутся до конца месяца. О, ясненько. Как вы с Сарой поживаете? Ты ж знаешь парочка голубков, счастливы вместе, так ведь, детка? Хеааа, милая, не заставляй меня краснеть перед нашими приятелями. Тоже тебя люблю, детка, вот чё такое. Ага, Сал, у нас проблемосики со сносом. Ну, знаешь, забавно, но это, наверное, потому что эти студенты на каникулах, кажется, привыкли к их шуму. Ну, у них осталась всего пара дней каникул, так что скоро всё вернётся в прежнюю колью. Красопетичные новости. Красопетичные. Блин, ну, короче, если кто не знает, вот уже жена у него манекен у этого чувака, вообще, как тут, короче, крыша едет полным ходуном потихоньку. Так, на этой неделе у них каникулы, окей. Все куда-то разъехались. Пых. Что стряслось? Я постоянно слышу какие-то звуки. Какие звуки? Ну, ты знаешь, жуткие. Тут царапается, стонет, всякое такое. Может, это просто мышь в стенах или само здание скребит, а оно ж старое. Мышь, иначе, ничуть не лучше. Уверен, что ничего серьёзного, хочешь потусить со мной и ребятами? Не, не, не надо, ну, спасибо, я вижу, что вы снова что-то замышляете последний раз, когда я к вам присоединялся, неделю спать не мог. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, точно, я ж должен был передать, что Мэгана извиняется за то, что тебя напугала. Она очень милая, если познакомишься с ней поближе, но ты свиньтил, как только она появилась. Знаю, то есть я уверен, она классная, я пытался, но мне слишком страшно. Но если тебе захочется побыть в компании, ты всегда можешь к нам присоединиться. Я знаю, спасибо, Саль, крам, Саль. У тебя не... Так, стой. У тебя не завалялся какой-нибудь шоколад, всегда повышают мне настроение? Нет, прости, не завалялась. Ты чего вообще тут стоишь? Я жду, когда придут мои родители. Они уже должны были вернуться. Так, окей. Хорошо. Так, что тут? 404-я. Это... Почему она так приоткрылась? Э, ау, кто-нибудь дома? Могу поклясться, здесь кто-то жил. Стоп. Пустая квартира и вдруг приоткрылась. Либо это Салли ее приоткрыл. Так. Странно, мы так и не узнали, кто здесь жил. Окей. Так. Окей, едем, короче, на четвертый. Все, сейчас проверим, дорогие друзья. Ну, правда. Нужно все проверять. Мало ли что, найдем какую-нибудь фигню, которая нам пригодится в будущем. Так, квартира Сала. Давай-ка заглянем в нашу квартирку. Что у нас тут вообще такого? Такс, такс, такс. Записка. Салли снова нужно на работу. Буду поздно, если не поужинаешь с Лизой и Ларри. В холодильнике есть какие-то остатки. Прости за что, в последнее время я постоянно занят. Может, удастся выбраться куда-нибудь на выходных. Люблю тебя, папа. Ну, хорошо. Так. Окей, что в ванне? О! Упс. Паростигизма. Я не знал, что ты здесь. Ха-ха-ха-ха-ха. Офигеть, кот моется. Кот хозяйничает. Офигеть. Прикольно сделали, прикольно. Так. О, джербой. Я же тебе говорю, что-нибудь найдем интересное. Вот джербой пригодился великолепно. Так, чайная чашка. Ой, чайная чашка пригодилась. Окей. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Офигенно. Так. Окей, комната отца. Так, может, что найдем? Под кроватью что-то есть. Опа. Это старая фотография мамы. Я думал, отец все их выбросил. Привет, мама. Я скучаю. Надеюсь, ты обрела покой. Окей. Наоборот, что-то написано. Генри, ты мой луч света. В темном царстве не верится, что у нас будет малыш. Я так счастлива. Все просто замечательно. Люблю тебя, Диана. Окей. Отцовский компьютер. Включен. Нужен пароль. Может, удастся узнать его. О май гад. Да ты гонишь. Где я тебе пароль-то найду? Так. А вот это что? Подожди, стоп. На часах 7... 7... 13... Блин. Короче, непонятно. Что-то вот там на часах... Ну, я не знаю, ребят. Где я могу пароль-то раздобыть? Стой. А, окей. Может, на фотке что-то? Сейчас, подожди. Может, какой-то пароль там указан на фотографии? Не, никакого пароля. Окей. Ээээ... Ээээ... Давай-ка выйдем. Пока хрен его знает, где искать пароль. Так. Окей, чё тут? Опа. Опа, опа, опа. О, Роберт? Это ещё кто такой? Ё, чё как, дружок? Нормальный, обычный день. Всё так плохо, а? Хах, как поживаешь? Всё в порядке, дружище. Грех жаловаться. Окей. Блин, а у него прикольненько. Тоже такой неформал. Ну, прикольно, прикольно. Так. Окей. Давайте сейчас заглянем в другие квартирки. Так. Опа! Чё-то интересное. Здравствуй, Сау. Здравствуй, мисс Сэндерсон. Как вы? Пытаюсь заниматься... Пытаюсь заниматься всем, не будь иначе сойду с ума. Мне так страшно, что я никогда не смогу покинуть эти жуткие стены. Вы так и не видели белого света? К сожалению, нет. Но не то, чтобы я была неблагодарна, малыш. Без этого ужасного демона здесь стало терпимее. Просто тут очень мрачно и безнадёжно. Это сложно объяснить. Мне жаль, хотелось бы иметь возможность помочь ещё как-то. Мы с Тоддом проводили множество исследований, но... Подожди минутку, дорогой. Да. Здесь со мной говори. Хорошо, конечно. Да, хорошо, я понимаю, хорошо. Сал, мне нужно кое-что тебе отдать. С кем вы только что говорили? Прости, милый. Мне нужно идти. Пожалуйста, будь осторожен. Но... Окей. О! Письмецо. Письмецо. Так, конверты на моё имя. Хм, пусто. Стоп. Опять конверты какие-то непонятные. Так. Ладно, ладно, ладно. Так, хорошо, давай-ка выйдем. Окей. Так, сейчас загляньте. Так, здесь никто не живёт. Окей. Погнали на пятый этаж. Сейчас прогенемся, дорогие друзья. Интересно, что там нас ждёт. Так. Так, так, так. Пятьсот вторая открыта. Так, сейчас, может, что-то обнаружим. Так, ничего. Хорошо. Так. Старое, интересно, имеет ли оно какое-то отношение к черепу стали, мисс Пакертон? А вот чёрт его знает! Кстати! А это интересная догадка с Салли. Это интересная догадка. Возможно, это... Она жила тут когда-то. Это мисс Пакертон. Чёрт его знает. Газета. К стене прибита вырезка со старой газеты. Она про мальчика, который должен был умереть, но пережил аварию, убившую обоих его родителей. Первая полоса старой газеты. Отец и сын пропали без вести. Тут говорится, что они бесследно пропали, оставив сломанную мать в одиночестве в их когда-то счастливой семейном доме. Женщину с ребёнком похищают пришельцы. Должна быть газета шуточная. Опа! Чё за хрень? Письмо на моё имя? Оно пустое. Я чего-то не вижу. Я не знаю. Вот сало. Я не знаю. Очень всё непонятно. Очень всё категорически непонятно. Так. Окей. Чё тут? Вот тут... Стой. А, мы тут были. Тут же птичья клетка. Так, сейчас проверим правую полосу. Так сказать, вот тут. 503. Заперто. 504. Опа. Доска спиритических сеансов. Или как она там называется? Спальня. В здании стало спокойнее с тех пор, как мы избавились от демона. Я не знаю, как вы избавились от демона, Салли. Вот всё-таки. Хотя чёрт его знает ещё. А хотя, может, мы нашли труп, типа. Так. О! Так, отлично. Крест. О, опять она. Привет, Салли Крам Салли. Эй, Мэган. Ты не видел моего папочку? Ой, нет, прости, не видел. О! Может, он отправился в лучший мир? Думаю, это неплохо. Всё остальное уж не так сильно бояться. А, не так сильно бояться. А мной даже мамочка начала иногда разговаривать. Как здорово. А я рад, что она наконец с тобой заговорила. И я надеюсь, папочка счастлив, где бы он не был. Я уверен, что он счастлив. Ой, я забыла, что мамочка пообещала поиграть со мной в прятки. Нужно бежать, позже увидимся. Окей, хах, ладно, Мэган. Увидимся позже, повеселись там. Прикольно, смотри, мы уже с призраками на ты разговариваем, ребята. Так, крестик тут, окей. Хорошо, крестик, крестик. Так. Поехали отсюда. Всё мы здесь проверили. Всё мы здесь обыскали. Теперь нам надо... Лететь, наверное, на второй этаж. Либо на третий. Я не знаю, где этот Чарли жил. Вот там, мне кажется, надо проверить. Так. Дай-ка вот тут проверим. Хотя, не, тут не жил Чарли. Я не знаю. Но вот тут ощущение такое, что нужно что-то вот... Да! Так, отлично. Ещё конверт. Ещё одно письмо на моё имя. Пусто? Я не знаю, зачем мы ищем письма, ребят, но... Вот, короче, непонятно. Очень всё не ясно. Окей. Так. Заходим в лифт. Так. Окей, мы уже нашли вроде четыре письма, либо что? Вроде четыре письма мы нашли, дорогие друзья. А первое было в помойке. Так. Вот тут жил этот Чарли. Жуткий сосед. Так. Давай-ка сейчас проверим. Так. Проверяем, проверяем, проверяем. Все нечистоты этого дома. Так. Пока вообще никак. Так. Так, окей. Ах, где мы ещё не были? В подвале мы не были. Квартира всегда кажется свободна. Окей. Так. Окей. Сейчас подожди к Тоду заглянем. Но перед этим мы должны всё-таки, ребята, сгонять на нулевой этаж. Окей. Хорошо. А что у нас здесь? Торговый автомат, он до сих пор пустует. Да, печальная тема. Так. Стой. Тут у нас ни в чём. Так. Хорошо. Давай-ка сейчас сюда заглянем. И посмотрим, что тут. Так. Ой, стой. Там что-то стояло? Что это такое? Цветы. Кажется, кто-то подарил Лизе букет. К нему приложена записка. В ней говорится, поправляйся с наилучшими пожеланиями Генри. Окей. Хм, чистый мольберт. Опа. Ха-ха-ха. Салли Фишер. Прикольно. Салли, ну, нарисовал. Вот так. О, получили мёртвый картофан. Ха-ха-ха. Картофан. Так, милитафон. Рок-рок. Поехали. Шикарно. Так, окей. Не самое удачное время. Окей. Окей, музончик включили. Так. Так, теперь что тут? Вот тут, я думаю, так. Вот этот ящик, он что, до сих пор пустует? Либо что это с этим ящиком? Я не знаю. О! Так. Привет, Ксал. Как твои дела? У меня всё нормально. А вы себя как чувствуете? Разве доктор не сказал вам не напрягаться? Ой, солнышко. Да со мной всё в порядке. Не переживай. К тому же, у нас тут проблемка с трубами. И мне надо с ней разобраться. Стой, а какого хрена у неё костыль лежит? Алё. Чё за чушь? Мистер Эдисона, своих дел достаточно. Я не могу развлекаться целыми днями. Но мы хотя бы можем чем-нибудь помочь? Чувак, не утруждай себя попытками вправить моей маме мозги. Ты же знаешь, она ещё упрямее, чем я. Это Ларик говорит. Ой, мой маленький Ларри-жаночек. Цыц. Мам! Не называй меня так. Хех, да, тебе же нравится. Так вот, Салли, я благодарна за предложение, но я не могу справиться с водопроводом. Никаких проблем. Да и движ... А, справиться с водопроводом может. Окей. Да и движение также пойдёт мне на пользу. Ну, как скажете, только не перетрудитесь, хорошо, и обратитесь к нам, если понадобится помощь. Обязательно, дружок. Спасибо, Сал. Окей. Ха-ра-шо. Так, ванная. Милый там, кажется, Ларри. Занято, чувачела. Окей. Хорошо, давай-ка выйдем. Так, ну, в принципе, смотри, мы всё проверили. Мы всё проверили. Остаётся только ехать на второй этажик. Так. И, так сказать... И, так сказать... Так. Мне кажется, так. Это квартира... Окей, всё. Мы, в принципе, всё проверили. Так, а кто в этой квартире живёт? Никого нет дома. Так, окей, квартира Тода. Это наша цель сейчас. Окей. Родители Тода. Это первый раз, видимо, ради... Здравствуйте, мисс Моррисон. Ээээ, Салли, собирайтесь на поиски очередного приключения? Что-то типа того. А я думал, это прекрасно. Жизнь полна потенциальных приключений и нарядных тайн, которые только и ждут, когда их изведают. Вы абсолютно правы. Да, нужно просто поймать момент, хотя порой приятно расслабиться на диване после долгого дня. Понимаешь, в чём я? Мы с Рэйм смотрели телевизор, а затем отрубились, словно милые... Малые дети хе-хе, разве он не милаш? Да, наверное, только вот у вас нет телевизора. Да, разве что не прекрасно жить без всего этого шума. Чёрт, мне кажется, они либо обкуренные, либо вообще под какой-то кислотой. Чёрт его знает. Эм, ага, ну я пойду. Короче, непонятно чё. Так, ванная. Так, может тут какие-то паранормальные вещи? Так, пока никаких. Так, хорошо. Тут у нас чё на кухне, может чё найдём? Так, тоже ничего такого. Так. Окей. Заперто. Так, Тодд. О. Так, вот здесь Ларри уже прибежал как-то быстро. Так, поговори. Вы готовы? Готовы. Я подключился к камерам. Смогу зацикливать запись пустого холла. Пока вы не вернётесь, будьте осторожны. Окей. Так, так, так. Кто-то замок вскрывает, либо чё? А, ой. Готово. Круто, надо быстренько управиться, пока она не вернулась. Стой, только не говори, что мы к этой бабке. Мы чё, к этой бабке заходим? Ты... Да ты... Чувак, тут как из жопы воняет. С дужком грязных ног. Фу. Божечки, лучше нам тут не задерживаться. Не смогу долго переносить эту вонь. Сниг эту картину и что если Пакертон правда работает на ферме? Не знаю, у меня от этой картины странное ощущение, словно озноб. А, стой, мы в квартире Пакертон? Да ты гонишь. Чё, реально? Ого, да, я тоже чувствую. Давай осмотримся. Она заперта, а на дверной ручке какой-то странный механизм. Часы. Хм, стрелки часов застряли на 15-14. Когда я пытаюсь их сдвинуть, они просто возвращаются на своё место. Спальня 2, чёрт, заперта. Чёрт, опасненько. Радио, классное старое радио, только вот не включается, наверное, сломано. Подгузники? Тут здоровая упаковка подгузников. Как думаешь, я ими пользуюсь, а мисс Пакертон? Наверное, чувак, Пакертон же развалюха. Так, там уже какому-то двойку влепили. Чё, почему холодильник заперт? Нашёл в холодильнике что-нибудь странное? Да, не обычные продукты, но на морозилке висит замок. Сможешь его открыть? Га, дай мне минутку. Окей. Морозильник? Он заполнил колбасой с замороженными овощами и другими продуктами. Ничего необычного. Уже открыл? Ещё нет. Готово! Опа! Ладно, давай открывать. О, чё за хрень? Чё за хрень? Так, какого... Блин, какие-то станинские знаки. Чё за хрня? Так, и знал. Охереть. Это правда козы? Я же, блядь, так и говорил, чел. А ещё, фу, мерзость. Не думаю, что всё так просто. Давай попробуем забраться в те спальни. Ладно. Так. Ванная? Может, сейчас что-нибудь... Фу, туалет. Фу, мерзость. Там здоровенная личинка плавает. Гадость! Ванная. Когда она последний раз мыла свою ванную комнату? Фу, математичка грязнуля. Гадость. Фу, 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 фу. Охереть. Так. Ну чё? Чувак, замок очень чудной. Не уверен, что смогу его взломать, но попробую. Так. Окей. Ну чё, как? Чувак, замок... Окей. Подожди, а чё нам делать-то дальше? Может, радио? Стой, подожди. Охереть. Почему холодильники это? Погоди, тут номер какой-то 1047. Пятна крови? Какое-то пятно с кровью. Так, подожди. О! Отлично! Козёл? Эм, привет, малыш. Мя. Окей. Ой, типа... Нам призрак тоже что-то хотел сказать, но мы его, увы, не поняли. Что это была за хренатень? Призрак козы, судя по всему, мне, наверное, уже не стоит удивляться. Но такого я точно не ожидал. Капец. Походу, она замочила эту козу прямо здесь, вся на кухне. Чувак, так... Ну чё, открывай давай замок этот грёбаный. Я не знаю просто, чё ещё? А если уйти? Нужно здесь осмотреться, пока не вернулась мисс Паккертон. Радио! Опа, сменить станцию. Стоп. Чё за хрень? Так. Какие-то радиочастоты грёбаные. Погоди. 10.47. Вот что было у козы. На... Вот эта бирка на ухе была у козы. 10.47. Ну, типа такая, наверное. Ну вот, смотри. 10.47. Так. Окей. Ну, в принципе, наверное, это волна, такое ощущение. Ну вот, правда, я бы вот так бы решил бы, что это волна вот эта. Ладно, к примеру, оставим эту, хорошо. Блин, нам нужно чё-то... Опа! Изменить время. Стоп. 10. Стой, 40. 7. Мне кажется так. Окей, стой. Какая я не понимаю загадку. Подожди, подожди, подожди. Так, он... Неужели нам придётся подбирать отсюда, что ли? Ладно, давай... 10.25 попробуем и 10.59. Да, и так попробуем. Я не знаю, должно как-то оно так работать. Так, 10. 20. 10.5. Опа. Остановились. 10.47, к примеру. Так, ребят, это полный капец. Короче, смотри, как решается эта загадка. Я, значит, тут промаялся, наверное, минут 15 бегал. Значит, смотри, я, в принципе, половину всё правильно сделал. Смотри, вот то, что было на бирке, на ухе у козы, 10.47. Да, мы, значит, поставляем радио 10.47, значит. Я всё правильно сделал. Но что с часами? Как быть там нам с часами? В принципе, часы почему-то начали ходить, но почему-то ничего не делается. И какая-то фигня происходит. Смотри. Да, и вызываем мы призрака. Так, и смотри. Мы должны проследить, сколько бякнет коза. То есть, смотри. Раз. Два-два. Ну, два раза бякнуло. Раз. И теперь опять два раза. Вот, теперь мы должны выставить время. То есть, один-два, один-два. Вот так. Это должно сработать. Это, короче, ребят, капец. Вообще, конечно, жесть. Так. Я бы не догадался, если честно. Пришлось, конечно, заглянуть. Вот, на простор интернета. Чтоб узнать, как это, в принципе, происходит. Потому что. Вот, правда. Вот то, что часы связаны с козой. Вообще нам никакой подсказки не дают. Да. Ну, короче, вот, ребят. Имейте в виду, в прохождении. Если вот будете проходить. То, короче, коза тут. Вот этот призрак имеет важные значения. Окей. Один-два, один-два. Все. О, первая спальня открылась. Давай посмотрим, что внутри. А, вот это открылось. Чё за хрень? Здесь кто-то есть? О, чё за херня? Здравствуйте. Эээ, мистер Паггертон, здравствуйте. Думаю, он тебя не слышит. Ты прав. Судя по всему, он находится в каком-то вегетативном состоянии. Чел, каков же пиздец. А ещё этот гадкий запах точно отсюда. Фу. Давай быстренько оглядимся, а потом свалим. Газеты. На всех этих статьях говорится о смерти мистера Паггертона. Если он мёртв, то кто же лежит на кровати? Что я хочу узнать? Так это то, какого хрена здесь так много обосранных подгузников? Серьёзно. Тип. Что за хуйня? Понимаю, о чём ты. Меня от этой квартиры просто тошнит. Ты же не думаешь, что оно использует... Не... Нафиг! Даже думать об этом не хочу! Думаю, если бы секретным ингредиентом было бы человеческое дерьмо, тот бы заметил это в лаборатории. Тебе не кажется? Думаю, да, но без понятия. Вот честно, давай просто поторопимся. Охереть. Вы мистер Паггертон? Моргните, если слышите меня. Здравствуйте. Чёрт, ребята, это пиздец какой-то. И сали кромсали дерьмовенькая ситуация, а? Хех. Ужасная шутка, хах. Чёрт, ребята. О! Тут вот это. Юное дитя прошу. Помоги мне. Как вы? Вы мертвы? Я нахожусь посередине страны, и уже, кажется, целую вечность. Это с вами мисс Пакерстон сделала? Когда-то мы любили друг друга, или я так думал. Сука, математичка обезумела. Я всегда знал, что математички емануты на голову. Вы чё, ребята? Ты видишь, чё училка тут устроила? Пиздец так. Да, это её рук дело. Пожалуйста, ты должен помочь мне прервать эту бесконечную агонию. Что кладут в колбасу? Колбасу? Боюсь, тут я мало что знаю. Это комната моя, моя тюрьма. Гробница вечной печали. Я никогда не смогу выйти из этого состояния. Я могу вам как-то помочь. Ты должен отключить эту жуткую машину. Но это разве не... Это вас не... Это положит конец страданиям, освободит от мучений. Но вы уверены? Прошу, дитя, умоляю, поторопись, пока она не вернулась. Бля. Ребята, чё делать? Чё делать? Отключать ли машину или нет? Нужно, нужно, нужно думать. Так, 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 так. Это трудный выбор. Ребята, это трудный выбор. Я не знаю. Блин, мне типа жал... Ну мы же... Ну... Ладно, давай. Отключим машину. Давай попробуем. Окей. Мы отключили. Надеюсь, что правильно поступил. У тебя не было выбора, чел. Несчастный мужик страдал, он этого хотел. Да, наверное, просто я... Сука! Она вернулась! Ох, чёрт, она вернулась! Быстро спрячемся под этим комодом. Блин, бедные пацаны, чёрт! Если мы отсюда не выберемся... Я... Я люблю тебя, чувак! Я тебя тоже люблю, чел! Ты мой самый лучший друг в мире! И ты мой приятель! Чёрт! Бля! Какого хрена она что нас увидела? Ох! Эй, простите, что порчу момент, но это... Что это, блин, за место? Пошли! Ты нас до устрачки напугала! Я заметила! Ох, блин, как же я рад тебя видеть! Эш, я думал, нам крышка! Я думал, тебе нужно было присматривать за Бенджамином! Папа вернулся домой пораньше, так что я сразу поехала сюда! Простите, что напугала вас! Я... Это мистер Пакертон, он... Это был он, но больше нет! Он, наконец-то, обрёл покой! Чёрт! И, пожалуйста, не говорите, что в колбасу добавляют это! Надеюсь, что нет! Я не уверен! Осталась ещё одна комната, в которую мы не заглядывали! Надо пробираться туда, перед тем, как уйти! О, зацените, пока мы прятались! Я нашёл под комодом связку ключей! Опа! Какой-то из них ключей открывает вторую спальню! Давайте посмотрим, что внутри! Всё, что угодно, лишь бы выбраться из этой комнаты! Давайте, ребята, выбираться из этой грёбаной комнаты! Так, хорошо, хорошо! Всё, закроен инвентарь! Так, спальня, всё, открыто! Мы пробрались! Чё, блядь? Да у неё тут целая... Блядь... Это... Как его? Скотобойня? Что за... Боже мой! Смотрите, стену! Не к добру это... Пропавшие? Миссинг, миссинг, миссинг! Стой, раз, два... Ребята, походу, мои страшные догадки подтверждаются! Мы думали, что из козлятины делают, походу, мясо! Ни-хера! Ты посмотри, сколько тут пропавших, мать его, людей! Не к добру это! Морозильник! Ещё один грёбаный кодовый замок! Что, блядь, ещё один кодовый замок? Сука! Придётся решать! Может, тут где-то цифры указаны? Блядь, тут какая-то азбука морза! Меня это напрягает! Вот, один, два, три, четыре... Ааа, я... Так... Да, тут просто какая-то скотобойня! Так, стой, 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 стой! У меня от этой комнаты мурашки бегут, чел! У меня прямо с... Село Мурашково! Боже! Стоп! Какой код? А какой код может быть? Один, два... Стоп! А как я решу? Давай... Что там было? А, 10... А, тут нуля нету! Бля, ребята! А чё, где так? Смотрим цифры! Где есть ещё цифры? Цифры, 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 цифры... Нет, только это грёбаная азбука морза! Стой! Блин, да что за кошмар, ребята? Я прямо вообще ни хера не понимаю! Ай, блин! Морозильник! Так, стой! Опа! Кровавые следы! Кровавые следы, ребята! Четыре! Либо, если я такой внимательный, но я просто сейчас сам офигею, как это... Стоп! Один, четыре... Один... Четыре, один... Четыре... Два! Не, не работает, стой! Один! Тогда один! Четыре... Или, может... Один? Окей, хорошо, один! Один, три! Ребята открыли! Ура! Охереть! Что там такое? Что там такое? Охереть! Чё? Какая гадость! Мы... Мы... По... По... Самые уши вляпались! Нужно позвать на помощь! Там нет костей! Что? Там нет костей! Одно... Там одно только... Мясо! Чувак! Не... Завязывай! Охереть! Охереть! Эж права! Нужно позвать на помощь! Ты разве не понимаешь? Нам никто не поможет! Каждый раз, когда тут что-то происходит, Это скрывается! Культ! Люк! Чарли! Мисс Сэндерсон! Как это знать? Что ещё скрывает это грёбанное место? Мы не можем доверять копам! И не можем рассказать своим родителям! Потому что они захотят обратиться в полицию! Они так и не поверили ничему, что мы им рассказали! Так что же нам делать? Не знаю, блин! С каждым разом всё хуже! Пакертон режет людей на кусочки! И подаёт их! Фу! Теперь я буду совсем иначе смотреть на колбасу! Похереть! Охереть! Так! Ну так! Ну так что? Вы спросили, почему я не ем колбасу? И я вам рассказал, почему! Окей, ребят, это время, вот, вот, которое сейчас! Нам Сал рассказывает, что истории жизни... Вот сейчас это, вот, на данный момент он так выглядит, он находится почему-то под присягой! И нас аж даже показывают по телевидению! Вы ведь так любите невероятные закусочные, закрученные истории! Неужели не расскажете, что было дальше? А зачем себя утруждать? Вы, скорее всего, не поверили ни одному моему слову, а дальше история становится ещё более невероятной! К тому же, вы наверняка всё обрежете и выставите меня по телевидению чокнутым! Если расскажете нам остаток истории, мы пустим её в эфир, как есть, без редактуры, я вам обещаю! Я слышал, как вы упомянули имя Тодда Моррисона! Ещё до того, как мы начали, вы к нему ездили! Мы тут ничего... Мне тут ничего не рассказывают! Там вчера снимали про него сюжет! Он в порядке, он всё ещё... В больнице? Давайте так! Вы закончите историю про колбасу, а я вам расскажу про Тодда! Окей! Окей! А, так... Окей, ребята! Продолжим следующей серии! На этом пока что всё! Ой, страшно! Страшные дела творятся! Просто капец! Какие страшные! Хух! У меня слов нет! Охереть! Просто охереть! Ладно, на этом всё! Подписывайтесь на канал! Делитесь этим видео, ребят! С вами был Кот! Ставьте лайки! Всем удачи! И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok